Причем прикол в том, что АМИ не до конца зло, оно в некотором виде добро, и вообще все, что в астеристке сделано плохого, оно в конечном итоге хорошее. А почему? Потому что оно позволяет всем нам делать различного рода нетривиальные вещи, зарабатывать на этом деньги, очень малой кровью за нас, очень большой пласт работы сделали разработчики всего этого зла. А почему АМИ не зло? Если вы используете его, как объяснил Михаил, запрашиваете данные и получаете их обратно, это безусловно зло, потому что высокопрозвительные приложения так работать не будут. Они у вас начнут затыкаться, вы не будете выдерживать нужные тайм-ауты, и в итоге все сломается. И если вы просто отправляете сообщение в АМИ, например, channel request hangup или originate, вполне себе нормально, так можно делать, и все так делают, и ничего там такого нет. То же самое касается и АГИ, и всего остального. Сейчас у астеристка довольно много различного рода приложений, которые позволяют нам делать разного рода вещи разными путями. И сами приложения АГИ, которые в свое время лично меня подвергли заниматься астеристком, они, вот эти АГИ-приложения, дали ту свободу, которая не была в других продуктах. Мы могли писать на любом языке программирования любой говнокод, который работал под капотом всего этого дела и давал возможность добиваться какого-то смысленного результата. Сейчас, конечно, появились и Lua, и Aria, и много чего другого. И актуальность АГИ, может быть, чуть-чуть снизилась, но, тем не менее, они существуют, и деприкейт это вроде никак не объявлено, и вроде не собираются. Ну, рассмотрим существующие многие АГИ, которые существуют. Прикольно так пермотит, хорошо. У нас есть обычный АГИ, который… Походу, у меня та же самая проблема, что у Михаила. Я вижу, а вы нет. Поэтому смотрите. А, кстати говоря, видите, да, вот эту штуку? Это 300 рублей. Кому надо, можете брать. Работает до сегодняшнего дня, по-моему. Можно активировать. Пропало. Как так? Так, ну не знаю. Ладно. Ну, есть у нас, соответственно, в АГИ приложение, которое можно запускать непосредственно в делоплане, которые запускают сторонний скрипт, который выполняется на той же самой машине, и работает, соответственно, это синхронно. О, что-то появилось, появилось, пошло, пошло. Нет. Вот. И, соответственно, такие приложения у нас имеют свои плюсы и минусы. Плюсы. Вы можете использовать любой язык программирования с оговорочками, на которых вы будете писать, да? Вот, видите, плюсы, плюсы, минусы. Приложение может быть работой на любом языке программирования. Вы можете реализовать внутри этого приложения все, что вам заблагорассудится. Связь с любыми API, базами данных. Можно в маске шоу сервер удалять, там, с баз данных нелегального контента, там, что угодно делать можно. Вот. Минусы. Отнимает ресурсы у машины, где работает астериск и работает синхронно. Почему работает синхронно плохо? Кто знает? А и чем это плохо? Ну, в целом, да. Ну, да, ну нет, нету на... Ну, в общем, ладно. Соответственно, следующее расширение, которое получил Аги, это FastAgi, где мы можем запускать приложение на любом стороннем сервере. Можем на этом же, а можем на стороннем. И это имеет тоже свои плюсы. Все преимущества Аги, которые существуют сейчас, может работать на удаленных серверах, особенно если это какие-то производительные вещи, то это хорошо. Минус зависит от ZT, что парадоксально, да? И должно быстро отвечать. Если отвечать, оно будет медленнее, чем на 2000 миллисекунд, то это приложение завершится, и вы увидите ошибку в консоли. Ну, и опять же, оно работает синхронно. То есть все те же самые проблемы, что у нас с Аги, они перекочевали в FastAgi. И, соответственно, существует AgiaSung. Вызывается вот таким вот нейтририальным способом. и имеет свои преимущества и, на мой взгляд, меньшее количество ненасадков. То есть они могут делать все то же самое, что делает Аги. Может работать на одном или нескольких серверах. Работает асинхронно. И этому приложению абсолютно безразлично, насколько медленно или вообще ли отвечает ли какой-нибудь сторонний ресурс, который работает у вас на где-то удаленном хосте. Но есть минусы, зависит опять же от сети, работает на удаленном ресурсе и требует особого подхода в разработке. То есть нельзя просто так взять, вас в Аги перенесать в Аги Асюнк. Ну, можно малой кровью это сделать. Промокод. Асюнк Асюнк, для тех, кто может быть не в курсе. Синхронные приложения у нас делают запрос к серверу и попадают в блокировку. Вот этот промежуток времени, который у нас между запросами, ожиданиями, это все блокировка. В этот момент ваше приложение ждет какого-то ответа и тратит ресурсы процессора на это ожидание. Работают таймеры и тому подобное. Асинхронное приложение ничего такого не делает, оно отдало запрос, делает дальше что-то свое, и когда приходит ответ, она на него каким-то образом реагирует. Именно в этом заключается корень зла в синхронных приложении, что при больших нагрузках оно ведет себя не так, как вы ожидаете. Вон на том билборде есть мужчина, который конфигрирует астериск прямо в стойке. Видимо, что-то сномалось у него. И не мудрено, потому что он использует MySQL запросы прямо из делоплана астериска. На месте этого мужчины может другой мужчины быть, который делает курлы к какому-нибудь стороннему API. Он тоже неправ, на мой взгляд. Потому что если у вас MySQL удаленный затупит или API затупит, то с большой вероятностью у вас затупит еще истериск. Как работает AGI? AGI — это очень простая штука. Она использует стандартный ввод вывода-вывода для того, чтобы обмениваться информацией с каким-то удаленным скриптом. Если вы наберете в консоли fastAGI debug on, то увидите вот такую картину при каждом запросе. То есть у вас сервер отправляет какие-то данные скрипту, получает какие-то ответы и на этом живет. Вот это яркое подтверждение, что это синхронность. Какие существуют правила разработки AGI? Была такая классная книжка. Она, конечно, для старого астериска. Астериск Gateway Interface для 1.4 и 1.6. И там были перечислены некоторые правила хорошего тона при разработке AGI-приложений. Первое правило. AGI скрипт должен завершаться настолько быстро, насколько это возможно. Многие этим пренебрегают и запихивают туда различного рода тяжелые вещи, которые в итоге выполняются долго. Блокирующим приложением в баги места нет, что не означает, что их нельзя там запускать. Тогда вполне можно вызывать диал любой, какие-то там wait music on holdы, что угодно можно сделать, но это не означает, что это хорошо. Это при больших нагрузках добавляет вам проблем. Астериск Channels — это stateful машина. Это надо использовать. Это означает, что у астериск Channels есть Channel Variables, и ими можно использовать. Можно брать этих Channel Variables, перемещать в какие-то другие базы данных, там, что угодно делать с ними. И это надо использовать. И в том числе и в АGI. АGI для манипуляции данными. Не более. Не надо делать из АGI очередную там очередь, voice mail или что-то в этом роде. Не все языки программирования хорошая штука для АGI. Например, плохая штука, на мой взгляд, Java. Потому что это язык программирования, который подтягивает целую виртуальную машину. И если вы сделаете там 100 звонков с АGI скриптом Java, то это плохо скажется на вашем сервере. он будет работать неоптимально, греть воздух, запуская все это окружение. Скомпилированные приложения тоже не так хорошо. Вы можете, конечно, сделать очень эффективный C++ код, который будет потреблять минимум памяти, работать эффективно. Но главная боль в поддержке его. Скрипт можно написать быстренько, там все это разобраться, посмотреть, понять, в чем проблема. C++, ну такое. Но это все с книги, конечно, маленькая, может, устаревшая информация. Ну и главное, надо соблюдать баланс между АGI скриптами и планом набора. Тем более сейчас Астериск позволяет очень хорошо этим оперировать, потому что появился отдельный язык программирования прямо внутри Астериска Lua. Ну не часто, давненько уже, может, не все используют. Если не используете, посмотрите на это место. И, соответственно, если бы вот все эти проблемы не имели места быть, то статистика интернета бы не показывала вот такие вот вещи. То есть запросов в Гугле почему Астериск завис, почему он золочился и почему он не отвечает на инвайты очень большое количество. Если бы этих проблем не было, то не было такого количества запросов. И, на мой взгляд, такие проблемы, они из-за того, что люди, используя всю мощь Астериска как вот комбайна разных протоколов, разных возможностей, разных путей решения одних и тех же задач, они развращают программиста, делают его говнокодером. И, соответственно, после этого они наращивают какую-то бонусскую базу на этих Астерисках и получают все эти проблемы, когда нагрузки превышают какие-то пороговые. Поэтому, чтобы, скажем так, расшлюбывать свой технический долг быстрее, можно вполне себе очень эффективно использовать Аги Асюнг. Когда у вас есть куча Аги скриптов, никто не даст вам времени и денег, чтобы их переписать на Ари или на какие-то еще другие вещи. Обычно все хочется быстрее сделать. Поэтому я сейчас расскажу, как работает Аги Асюнг и дам вам реально работающий рецепт, который можно применять вообще легко. А что такое Аги Асюнг приложение? Когда вы вызываете вот эту команду Аги Асюнг, у вас, что видно в консоли, я сделал план набора, где сначала вывожу Эвербос, типа, делал план BFO Аги Асюнг, потом Аги Асюнг, и после этого делал план авто Аги Асюнг. Там видно, нет, вообще плохо все. Ладно. И с точки зрения СИП протокола, вы делаете инвайт, вам Астериск отвечает 100 trying, и если вы не делаете больше ничего, то в таком состоянии Аги Асюнг будет висеть в Астериске, пока не стекут какие-нибудь СИП тайм-аут, и звонок не отобьется, потому что СИП клиент решит, что ему никто не отвечает. Ну, СИП клиент получил тут на самом деле 100 trying, и он уже, в принципе, готов как бы долгое время слушать, ждать там следующие сообщения. Вот, что вам нужно сделать, чтобы заработал Аги Асюнг? Вам необходимо обыскать какой-то external скрипт, любой, на любом языке, на каком вы хотите, и, что самое парадоксальное, подключиться к Ами. Аги Асюнг управляется Ами командами. Но, повторюсь, почему Ами в данном случае не зло, потому что вы отправляете Ами команды в одну сторону, не ожидаете никакого ответа, и вам индифферентно, как быстро там ответ придет. Например, вы хотите сделать так, чтобы канал перевелся в отвеченное состояние. Вы отправляете вот такого рода незамысловатое сообщение action.agi, channel, который у вас в этот момент висит на Астериске, и команду exec answer. Все. У вас в консоли будет такая строчка agi.script.execution.application.hanswer. И вы увидите в сеп-дампе, что вам прилетело 200 окей, клиент прилетело акноуледжем. Все. Можно, в принципе, разговаривать. Следующее, что можно сделать, это отправить плейбэк какой-нибудь в Hello World. Мы опять делаем agi.channel.name.playback.hello.world. Вы слушаете в своей трубке, что здравствует мир. И видите в консоли вот такое сообщение, что у вас произошел плейбэк. Если вы хотите в этот момент сходить в базу или в API, и вы очень не уверены, что база не сильно там загружена, а клиентская API написана качественно и не зависит по какому-нибудь вопросу, то здесь вы можете это дело свободно делать, не опасаясь, что что-то пойдет не так. Вам что-нибудь, например, ответило MySQL или API, и вы на основании этого решаете, что надо позвонить куда-нибудь. Вы задаете команду, команд дел, и туда, куда вы хотите позвонить. Происходит дозвон до этого extension. Опять же, вы видите в консоли. И когда… Тут интересный момент. Если человек, которому вы звоните, положил трубку, то вы как вызывающий вот этот agi-скрипт, у вас не положится трубка. Вы сможете сделать второй дел, третий, четвертый, пятый, и с каждым из этих людей поговорить. В некоторых там кейсах, возможно, это будет полезным. Соответственно, если вы хотите, чтобы вызов завершился, ну, вот это agi-async приложение, ему необходимо отправить команду async agi break. После этого вызов порвется, вы увидите следующую строчку в делплане, и, соответственно, в дампе вы увидите, что замок завершился. Очень просто. Любой, кто знаком с технологией agi, либо ami, легко реализует такую схему. Вот. Но чтобы все это работало в продакшене, необходим какой-то работающий рецепт. Я покажу вам один из которых можно использовать, что не означает, что нельзя использовать какой-нибудь другой. Лично я очень люблю Redis как базу данных и как ширину обмена данными. Туда можно пикать данные, они записываются быстро, Redis не зависает. Я не встречался, что он завис как-нибудь. Может быть, при больших нагрузках, каких-то прям кардинально, но я не видел таких кейсов. И Redis умеет, в простейшую очередь, publish, subscribe. То есть, например, мне необходимо запустить из дел плана какой-нибудь синхронный agi script. Я отправляю publish в Redis. Мое приложение, которое работает фоном в Demony, оно подписано на это сообщение, и оно запускает, соответственно, по нему какую-то логику. Вот таким образом я передаю в это приложение данные. То есть я сформировал JSON, который подложил некоторый event. Это просто описание того, что вы хотите сделать, что угодно можете сделать в этом скрипте, отработать по старту, позвонить кому-нибудь. Тут ваша логика любая. Кладу туда для удобства логов и дебага Unique ID, какой-то там номер, какие угодно данные, и самое главное — channel. Именно по нему вы будете отправлять команды конкретному экземпляру agi Asun, который у вас работает. Соответственно, я это делаю, подключаюсь к Redis, отправляю publish, и перехожу в agi Asun. Иногда, если вы начнете управлять приложениями из вот этого внешнего скрипта, вы можете маленько быстрее работать, чем Asterisk. То есть у вас еще agi Asun сообщение в Asterisk не отработало, но вы уже в АМИ пихаете какую-то информацию, например, answer, playback, dial, и Asunisk вам вот так вот ответит, что данный channel еще не настроен для ассетинга agi. Чтобы этого избежать, я придумал такую схемку. Я в Redis кладу информацию в множество вот этого channel, что мы готовы работать. Соответственно, в Redis я проверяю это множество по этому channel. Если оно там существует, значит, все норм. Делаем там задержку небольшую, миллисекунду, и переходим к выполнению agi Asun. Дальше у нас может быть какая-то логика, и эта логика может привести к каким-нибудь фатальным последствиям. Например, у вас плохо отдебаженный скрипт, не обработал какое-нибудь исключение и упал. Ваше Asun приложение останется висеть, пока нетерпеливый пользователь не положит трубку и не будет там материть ваших разработчиков какими-нибудь словами. Чтобы такого не происходило, мы должны предусмотреть механизм, который освобождает такие каналы, чтобы они могли там идти дальше, отбиться там или на какое-нибудь следующее приложение, ну, что угодно. Для этих целей я завел еще одно хэш, куда кладу информацию о channel и времени, когда оно туда попало. И в своем асинхронном agi запускаю отдельный экземпляр процесса, который занимается тем, что смотрит, нет ли у нас каналов, которые висят в agi Asun слишком долго. Если такие приложения есть, то мы отправляем им брэк и приложение выполняется дальше. На этом вот, что касается, как простейшие приложения работают, закончим. Есть, скажем так, проблемки. Вот эти все Asun приложения, они односторонние. Если вы, например, захотите получить какую-то информацию обратную, там что-то пользу или ввел, вам надо предусмотреть, как информация о нажатии клавиш попадет в ваше асинхронное приложение, ну, без вот этих всех злых вещей, типа AMI с запрос-ответом и тому подобного. Для этого можно поступить следующим образом. То есть мы запускаем Asun приложение, например, отправляем команду read, чтобы проиграть EVR, пользу что-то вводит, но мы не ждем, пока он что-то ведет. Мы отправляем брэк, приложение выполняется дальше, ну, не приложение, а дел план. Там есть channel variable user input, и мы, соответственно, запускаем новый agi Asun, где уже сообщаем нашему скрипту, что есть такая переменная новая user input. И обрабатываем. У вас старое приложение что-то сделало, завершилось, новое запустилось, и обрабатываем дальше. То есть таким образом можно кусочно так найти. Поработали в agi Asun, и что-то поделали-поделали, отправились в дел план. В дел плане что-то поделали, отправились опять в agi Asun. Ну, это нельзя, конечно, сделать, но где-то это можно сделать так. Соответственно, вы поработали, завершаете это приложение брэком, чтобы звонок отбился или пошел по обычному плану набора. Где можно использовать промо-код? А вы что думали? Требует? Халявщики. Где можно использовать agi? Вот где угодно, где у вас есть обычный agi, его можно переписать на agi Asun с минимальными такими капиталовложениями. Вы можете просто разбить этот свой agi скрипт на несколько, может быть, или полностью переписать его на вот эту модель. Если у вас есть какие-то внешние API, которые негарантированно отвечают, это может быть… Вот у нас есть, например, в нашей системе есть возможность работать с клиентским API. Клиенты могут написать любое API на любом языке программирования с любой квалификацией программиста. И если мы будем обращаться к нему, а у него там приложение глючное какое-нибудь, то все наши клиенты на series сервере потенциально могут пострадать, потому что клиентское ПО, оно не заточено под такие нагрузки, например. И чтобы этого не было, вот, пожалуйста, можно использовать внешний обработчик как это agi Asun и работать с этим API клиентским, не боясь, что что-то тут пойдет не так. Если вы работаете с базами данных любого класса, которые работают на хорошей загрузке, опять же, например, там какие-то транзакции используете, транзакции могут пройти, ну, не пройти, вернуться роллбэком, то есть это все перед каким-то исключением работы вашего план набора, чтобы этого не происходило, пожалуйста, вот agi Asun можно использовать. Ну, вообще для любых фоновых операций, кто знает, там, когда Asterisk будет управляться с какими-нибудь технологическими процессами, запуск ядерного реактора, нажал я там кнопку, позвонили, я там миллион операций надо провести, можно вот эти вещи все внести на один, два, три миллиона серверов, которые будут заниматься этим сложным процессом. Вот. И, в принципе, у меня все. Если у кого-то есть вопросы. Юрий. Да ладно. Собственно, два маленьких вопроса. Первый вопрос. Я не увидел, Ами, сообщение, когда ты отправляешь с экшеном agi. Есть ли там респонс или нет? Нет, нету респонса. Нет респонса. Тогда как ты узнаешь, что что-то случилось? Ну, произошло событие или не произошло? Я верю тому, что оно произошло. Вера. Да, вера наша. Чисто вера. Отлично, вера, надежда. И второй вопрос. Я увидел, что ты сделал планы, ну, по крайней мере, в примере из диал плана вызываешь connect к Redis. Да. В общем-то, это довольно быстрая операция, но, тем не менее, это TCP. Он, по-моему, TCP-шный у нас, да? Он UDP-шный, да? TCP-шный. Он TCP-шный. Да, он TCP-шный. И, соответственно, TCP-у установление соединений все равно занимает время. Пока он на этом сервере, это хорошо, но он может быть на удаленном. И, в общем-то, вопрос, не думал ли ты вынести это в отдельный модуль. И там это все делать, чтобы не блокировать. Потому что Lua, как язык, позволяет тебе использовать LuaSocket, а LuaSocket может работать по UDP. Соответственно, ты по UDP можешь пинать, и он получается неблокирующий вообще. Я думал об этом, и постоянно думаю. Пать не могу. Поэтому я... Классная штука. Ну, данный просто пример показывает, как этим просто работать. Прямо вот из Lua. А то, что касается всего этого, что ты сказал, Dreadis работает на этом же LuaSocket. Нет, я понимаю, но я тут быстро и абстрактно. Ну да, согласен. Да, можно, конечно. Тут есть куда развивать. Сергей? Да, только. Вот вопрос по AG, то, что блокировка вы говорите. То есть, например, приходит звонок, я отправляю его в AG-скрипт, в AG-скрипте, допустим, там какой-то пауза там или слип там какой-то там на 30 секунд. Следующий звонок приходит на Астериск, он не будет обработан, или он будет так же обрабатываться? У вас, я понял вопрос. У вас второй экземпляр AG запустится, и таких скриптов у вас будет в памяти много-много-много. А блокировка там вот эта, это какая-то просто из-за внутреннего косяка? Это не косяк, это синхронная модель разработки. Грубо говоря, вы можете же делать много вещей одновременно, и если вас тюкают со всех сторон, вы будете раздражаться и упадете. А почему просто было не сделать в Астериске, чтобы был AG, но он как-то там внутри, нормально там никак не блокировался? По сути же в AG он не блокируется? Нет, как раз он блокируется. То есть все операции, которые делаются в AG, они ждут RXTX. То есть мы отправляем в скрипт информацию, в стандартный ввод, вывод, в данном случае вывод, и ждем на вводе информации, о чем этот AG скрипт напишет нам. Вот промежуток, пока мы ждем, это блокировка, которая заставляет вот эту шину Астериска страдать. Она работает, но если под большой нагрузкой у нее не остается времени процессорных там вот этих тактов, когда выполнить какое-нибудь чудное задание, у вас все это будет копиться в очереди, у вас будет расти load overage, у вас будет увеличиваться там его weight, там все такое, и в итоге Астериск или будет работать не так, как вы от него хотите, либо он вообще свалится. То есть он время от времени проверяет, получил ли какой-нибудь ответ, да? Ну, конечно, на тайм-ауте срабатывают, вот вы в любой скрипт, что вы пишете, вы рассчитываете, что база подсоединился, ждем 10 секунд. Если 10 секунд произошло, и база не ответила, то мы отцепляемся. Вот эти 10 секунд ваш скрипт занимает полезной работой и считает такты. На низком уровне, не на высоком, а на низком. И поэтому вам, чтобы сделать больше задач, вам желательно не считать эти такты. сделали, забили на это дело, делали что-нибудь другое. Получили ответ, хорошо, они получили, ну и пофиг. То есть все продолжает работать, просто медленнее будет? Спасибо. Сергей, привет. Привет. Ты серьезно из Луа вызываешь Аги или это просто пример? Кое-где вызываю, потому что из Луа вызывать какой-нибудь курл, это хуже, чем Аги Асюнков вызывать. Потому что API может… У него есть тайм-аут, там можно одну-две секунды поставить. Ну, а блок-нерзка не кондевается. Это в куларах обсудим. Правильно я понимаю, что вот у тебя в коде там апп Аги Асюнк вызывается, и эта команда выполняется в фоне, а дальше сразу идет выполнение следующего. Как только мы отправили звонок на Аги Асюнк, пока мы не отправим брэк, у вас будет Асюнк висеть. Но это неблокируемая операция с точки зрения Аги. У вас просто висит это приложение и не работает. Ничего не потребляет. А не блокирует что он там? Что-то под капотом? Конкретно вот этот звонок он заблокировал, потому что мы ждем то же самое, что в стадис отправить. Мы ждем какой-то информации. А конкретно другой звонок, который выполняется конкурентом на стириске, он выполняется быстрее, потому что у нас нету вот этих внутренних блокировок, которые реализованы на стириске. там ограниченное количество этих всяких штук. И даже через Ами события там тоже. То есть там, ну грубо говоря, 10 тысяч этих запросов и все, и эта шина забивается. Верно. Я понял. Хорошо. Ну опять же, из Луа не зазорно вызывать какие-нибудь вещи, которые работать будут в фоне. В Луа нет кемпортов. Я делаю немножко по-другому. Я просто делаю бэк-энд, в который отправляю тем же HTTP-запросом из Луа, а он у меня, если мне нужен ответ из базы, то я быстренько его получаю. Значит, быстренько. Все равно, что видишь. Очень быстро получаю. Например, нам нужно при старте звонка, чтобы мне из базы было имя. То есть фамилия, имя, отчество. И потом еще какая-то обработка. Я вот получаю фамилию, имя, отчество и сразу уже сокет закрываю вслед за этим. А дальнейшую обработку уже делаю на бэк-энде. То есть там как бы... Попробуй взять какой-нибудь CPP, зафигачить дофига звонков вот на эту базу. Когда база маленько простятит, ты получишь информацию о ретрансмитт-тайм-аутах. До этого есть фиширование в рейс. Да, ну да. То есть мы как бы тут всегда оперируем меньшим или большим взлом. Если приложение не сильно нагруженное, и там, надо сказать, в базу, ничего такого, нормально все можно. Если высокая нагрузка идет, то лучше что-то делать в фоне. И асинхронно. Сергей, можете мне позволить замолвить пару слов все-таки за синхронное АГИ? Позволяю. Поправьте меня, если не прав. Потому что на самом деле вот вы говорите сейчас, что тратится процессор на ресурсы и прочее. То есть на самом деле нет. Когда мы вызываем АГИ, поток астерис, он просто засыпает на события. То есть шедулер, операционная система, он просто тупо не использует этот процесс, ничего с ним не делает. То же самое, когда мы работаем с АГИ на каком-то там стороне приложения, куда мы вызвали. Когда мы отправили назад команду, мы также подписываемся на события от астериска, и наш поток тоже засыпает. То есть фактически они просто поочередно шедулеров вызывают. То есть никаких там… Но это же синхронно все равно. Да, это синхронность. Вот, они работают синхронно. Вот, то есть, в принципе, я хочу сказать, что процессор здесь никак его ресурсы особо не затрагивает. Единственное, что мы теряем, это память. Ну, я говорю про фаст АГИ. То есть мы теряем память, потому что это, поскольку синхронно, это будет отдельный поток. Вот. И теряем, может быть, какие-то хендлы. Вот. То есть, ну, только такие параметры, это точно не процессор, это вот какие-то вот такие ресурсы. Это раз. А во-вторых, в плане облаков, да, может быть, АГИ, асинг для вас конкретно, это гораздо лучше и удобнее, поскольку вы, скажем так, делаете свой какой-то внутренний продукт. Вот. Вы можете там нанять там 10 каких-то элитных программистов, которые могут писать асинхронный код. Асинхронный код, он пишется, ну, на порядок сложнее, потому что логика, она размазывается. Согласен, но не конкретно в этом случае, потому что здесь асинхронности, вот именно, что касается программирования, никаких ивент-лупов, никаких там вот этих вещей нету здесь. Здесь АГИ скрипт работает, по сути, синхронно, но отдельно. И он работает асинхронно для астеристка. Да. Ваше приложение, оно все равно выполнило какую-то команду, подписалось на ответ. То есть оно асинхронное. Его логика вот какая-то, должна быть цельная там последовательность команд и результат на это. То есть она все равно логика, она все равно немножко как-то размазывается, размазывается по блокам каким-то. Все верно. Когда мы пишем синхронно, писать это намного проще. Если вот в вашем случае вы можете там, у меня 5 хороших программистов, которые спокойно могут писать асинхронное приложение, то для других, например, компаний, которые пишут куда-то там в массы, и это будет масса каких-нибудь новичков, им проще все-таки разработать приложение асинхронное. Да, я согласен. Чем проще делать, тем это в конечном счете для бизнеса выгоднее. Ну, таких-то моментов. И вот эти вот потери памяти там и хендлов, они в принципе… Именно поэтому Ассириск и достиг тех успехов, которые у нас есть. Я бы не назвал это злом именно. Это нюансы. Где-то лучше одно, где-то лучше другое. У нас конференция злая, поэтому зло. Хорошо, спасибо. Но если комментариев нет, я пойду. Хорошо. Здравствуйте, Александр. Меня интересует вопрос по дебагу. Я когда писал приложение асинхронное на АДжи, у меня, когда скрипт вываливался, у меня никакого дебага не было в консоли. Я так понимаю, это такая же проблема и в асинхронном режиме. Ну, конечно, да. То есть у вас скрипт работает отдельно. Как вы это решаете? Стандартные средства разработки скрипты должны писать в логи, любые исключения должны обрабатываться и писать в логи. И, соответственно, я сделал там штучку такую, чтобы у вас на АДжи и асинхронном режиме не зависало все. Мы периодически проверяем, недолго ли висит канал асинхронного режима. Ну, синтаксис неправильный. Вот он у нас вывалился, там ни одно исключение не сработает. Это вопрос тестов. То есть вы не должны деплойить такие приложения. А как вы это сделать? Ну, вот вы пишете и запускаете звонок, и что-то происходит, что произошло, непонятно. Ну, я согласен, что это сложнее, чем просто написать там extension conf, где что-то пошло не так, и вы увидели ошибку в консоли. Это, да, очень просто и легко. Но мы же тут все крутые программисты, умеем делать нетривиальные вещи и дебажить их. И у нас есть процесс разработки, код-ревью, всякие там, блин, автотесты. Ну, это решаемый вопрос, я считаю. То есть, ну, логи помогают понять, чем проблема. Я специально передаю в канал channel Unicoid, чтобы увидеть, что у нас звонок кончился именно на каком-то там странном этапе, да, и из всей толпы увидеть, что именно он случился в логах. Ну, тут нету серебряной пули, которая сделает эту работу проще. Поэтому сорям. Все. Я в итоге все пропустил. Что не зло? Есть что-то? Все зло. Все зло? Да. И за дарма зло. Все зло. И все мы тут злые сидим, клиентов. За дарма просто дешевое зло. Меньшее зло. Меньшее широким массам. Меньшее зло. Нет, я сказал потом доступное широким массам. Так вот. Ищедрая. Так, Сереж, подожди. Точно, точно. Кто же у нас станет обладателем прекрасного микротик? Можно всех посмотреть? Поднимите руки, кто задавал вопросы, пожалуйста. Хороший вопрос был, мне кажется, по поводу как он нам звучал-то, что Аги не совсем там тратит, не тратит ресурсы. Ну да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Так. Хороший вопрос. Должен получить хороший подарок. Так, так, так. Три тысячи от задармы. Одиннадцать. Одиннадцать тысяч от задармы. Так, так, так. Самому интересно. Телефон Gigaset A540. Спонсор подарка компании УТК. А УТК это УТК это Ярослав, который сегодня про сим-карты рассказывал FMC-шные. Ну, конечно эта штука ближе к сим-картам нежели чем микротик. Пойду-ка поищу. Ага, супер. Ну-ка. Ну, прямо вот оно и есть. Айпишный телефон. По-моему, идеальная штука для дома. Есть у вас дома такой телефон? Нет.